Дорогие друзья, в нашей литературной гостиной желанный гость Марина Шкробова-Верналис, поэт, художник и тонкий ценитель поэзии. Марина знает наизусть множество прекрасных стихов русской классической поэзии. Особая любовь у Марины к поэзии Серебряного века, и этой любовью она делится со слушателями. Итак, слово Марине Верналис. Рада всех приветствовать. Я Марина Шкробова-Верналис. Мое сценическое имя несет в себе таинство четырех женских имен, их силу, вера, надежда, любовь и София, мудрость. И я счастлива сегодня делиться своей любовью к поэзии, тем более к поэзии Серебряного века. С радостью отмечу, что жизнь меня накрепко связала с Ульяновском. И я несказанно признательна Государственному педагогическому институту, теперь университету имени Ильи Николаевича Ульянова, который я заканчивала. Историко-филологический факультет дал мне специальность историка, но напрочь связал меня с филологами. И я горжусь тем, что в своей творческой биографии, будучи студенткой, я была общественным редактором многотиражной газеты «Призвание». И вот тут жизнь не свела меня с филологами, высочайшими мастерами своего дела. С Надеждой Васильевной Алексеевой, с Элеонорой Ильиничной Денисовой, с Татьяной Петровной Швец. Я счастлива, что я тогда узнала эти имена, с какой любовью я смотрела тогда на этих преподавателей. Я хочу сказать, что моя любовь по жизни сохранилась, и я лелею в сердце все эти три образа моих педагогов-филологов. Они не преподавали у меня поэзию, но я через дружбу с филологами, моими друзьями, узнавала о тех мыслях, о лекциях, и даже посещала эти лекции в тайне. И, знаете, старалась тогда еще почувствовать эту высоту, которую дает поэзия, и каким-то чудесным образом переняла любовь к поэзии Серебряного века, которую тогда, по сути, и не преподавали. И, знаете, для меня Серебряный век зазвучал особенно именно потому, что я, подсмотрев и подслушав у этих величайших педагогов, стала вдруг открывать этот век сама. Может быть, оттого он мне и дорог, что тогда еще не печатали Ахматову. И впервые, где-то, наверное, в году 89-м в журнале «Самодеятельный театр» я увидела и напечатанную реквием Ахматовой, и лирику, и стала делать первый свой вечер по творчеству Анны Андреевны Ахматовой. Это было то, что можно сказать, зов души. Вот я стала открывать, я удивлялась, как так, как можно этого не знать, как можно этого не хотеть знать. И я стала делать первый свой вечер. Он был в двух частях. И мне хотелось тогда всем рассказать об Ахматовой и прочитать. Знаете, я тогда просто хотела два тома Ахматовой знать наизусть. Вот у меня каждый день на столе лежало стихотворение, которое я старалась прочесть несколько раз и запечатлеть в своем сердце. Я не могу сказать даже заучить. Вот какая шла любовь, и такой был интерес. Может быть, еще и от того, что я начала сразу же, когда пришла в школу вести поэтические салоны для детей, а дети ждали чего-нибудь интересного, нового, того, что ни один учитель им не говорит. И я стала им читать стихи на вырост. И Ахматову, и Цветаеву. Они сейчас уже взрослые, мои выросшие дети, они вспоминают, как 10 февраля я приходила нарядная, зашторивала окна, зажигала свечи и читала им Пастернака. Может быть, как учитель истории я поступала неверно, но мне кажется, как педагог это было точное решение. Если они сейчас вспоминают это, если они ищут для своих детей тех педагогов, которые будут им читать стихи, значит, это не напрасно, значит, читать стихи на вырост – это тоже педагогика. Ну, собственно, сама Цветаева говорила, дети не поймут – вопросительный знак, дети слишком понимают – восклицательный. Вот на своих поэтических вечерах, когда я читаю молодежи, я всегда эту фразу Цветаевскую вспоминаю. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилища, где сон и фимиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. С этого Цветаевского стихотворения многие ее сборники начинаются. А я, размышляя со зрителями о поэзии Серебряного века, говорю, а вот черед ли сейчас для поэзии Серебряного века? Многие говорят, здесь так много докаданса, упадничества, уныния. А мне удивительным образом удается находить те строки у поэтов Серебряного века, которые необычайно вдохновляют и дарят ту жизненную мудрость, без которой, наверное, и жизнь-то не прожить. Во всяком случае, вот без этого Цветаевского, которое я сейчас прочту, почти ни один салон не обходится. Золото моих волос Тихо переходит в седость. Не жалейте, все сбылось, все в душе слилось и спелось, спелось, как вся даль слилась в стонущей трубе окраины. Господи, душа сбылась, умысел мой самый тайный. Это мой главный умысел, чтобы выходить на сцену со стихами. И когда меня спрашивают, зачем я провожу свои поэтические салоны, зачем еду в другие города и страны, зачем читаю поэзию Серебряного века, я отвечаю, что ради души, ради собственной души и ради душ тех, которые приходят на эти встречи. Цветаева говорила, что в мире есть неограниченное количество тел и ограниченное количество душ. Так что ради того, чтобы мы почувствовали себя душой больше, чем телом, ради этого нужна поэзия, стихи, нужны те смыслы, ценности, которые оставили поэты и которые можно поднять только трудом собственной души. Есть у меня моих икон ценней сокровища. Я знаю, есть один закон, законы кроющий. Пред ним все клонятся клинки, все меркнут яхонты, закон протянутой руки, души распахнутой. Вот этот закон ведет меня на сцену. Этот закон, кстати, и сердца открывает навстречу. Я у Мишеля Монтэня прочла фразу, что то, что сотворил автор, только лишь на 50% принадлежит автору, другая половина принадлежит зрителю. И это, собственно, меня и вдохновляет, потому что я несу 50% авторского, но получаю еще половину зрительского. И вот то единение, которое возникает в процессе каждого поэтического салона, и есть тот мост, который вдруг делает нас единым целым. Вы знаете, это ощущение, что где-то я тот самый поэтический мост. Мне говорят, что, может быть, я даже и рождалась в том самом Серебряном веке и общалась с поэтами, а может быть, и была поэтом Серебряного века. Ну, если так, гипотетически. Но я чувствую этот век. Чувствую как-то особенно. Во мне есть его стать, есть его изысканность, есть даже какой-то эпатаж поэтов Серебряного века. Может быть, от этого много в моих сценариях, например, Игоря Северянина. Но ведь у него даже в названиях «Барбарисовая поэза» уже поэзия гувернантка-барышня вносит в кабинет в чашечках фарфоровых крэм-де-пин-венет. Чашечки неполные девственны на вид, в золотой печенице английский бисквит, в кабинете общества в девять человек, окна в сад растворены, в сад, где речи рек. На березах отцветы неба, о каприз, волны неба, барышня цвета барбарис, и ее сиятельство навела лорнет на природу, ставшую крэм-де-пин-венет. Вот эта игра слов, этот ажур слов мне так близок по душе, я этим всегда хочу поделиться. Равно, как и философией, но у того же северянина встречаются, чтобы расстаться, влюбляются, чтоб разлюбить. Мне хочется расхохотаться и разрыдаться, и не жить, клянуться, чтоб нарушить клятвы, мечтают, чтоб клянуть мечты. О, скорбь тому, кому понятны все ухищрения тщиты. В деревне хочется столицы, в столице хочется глуши, и всюду человечьи лица без человеческой души. Как часто красота уродна, и есть в уродстве красота, как часто низость благородна, и лгут невинные уста. Так как же не расхохотаться, не разрыдаться, как же жить, когда возможно расставаться, когда возможно разлюбить. северянин. У меня с ним особая история. Когда я первый раз хотела вступить в поэтический союз, здесь, в Ульяновске, меня не приняли. Но я студенткой тогда была. На вопрос, кто мой любимый поэт, ответила Пушкин. Сейчас могу сказать так же. Но тот, кто принимал, видимо, решил, что я больше не особенно никого не знаю. Потом прочитал стихи и говорит «Вы у северянина списываете». А мне тогда стыдно было признаться, что я не читала северянина. Но это, кстати, смотивировало меня на то, чтобы прочесть северянина, восхититься им и почувствовать эту родственную связь. И он попросился в мои поэтические салоны. Я, наверное, назову вот 6-7 поэтов, которые чаще, чем другие, присутствуют на поэтических встречах. Это, конечно же, Марина Цветаева и Борис Пастернак, Анна Ахматова и Николай Гумилев. Это Игорь Северянин, это Александр Блок, и это Сергей Есенин. Сергей Есенин, которого я читала мальчиком авиационного колледжа, и с него начиналась моя трехлетняя история, когда я читала поэзию Серебряного века мальчишкам, которые вот уж были совершенно немотивированной аудиторией для моего поэтического слова, но они научили меня именно искреннему разговору о поэтах. Когда я читала им стихи в первый раз, они устроили, можно сказать, игру 10, 20, 30 минут наизусть, и они зааплодировали. И мне удалось их взять именно тем, что я не подсматривала в листочек, а говорила о своем отношении к Есенину, читала стихи наизусть, говорила, почему меня это трогает и искренне смотрела им в глаза. Это важно оказывается, когда ты работаешь с аудиторией и хочешь заинтересовать ее тем, что любишь сама. Вот это непреложный закон. Он остается на каждой моей встрече, на каждом моем концерте. И в большой аудитории, и в маленькой аудитории. Это одинаково важно. Люди считывают эту заинтересованность, мудрость и искренность и реагируют именно на нее. Так что и ажур слов поэзии Серебряного века и ее мудрость, ну я же вернализ, вера, надежда, любовь и София, и вот эта София меня ведет. И может быть, то, что я историк по профессии, это тоже ведет. Это значит философ. И моя тяга к мудрости привела меня, кстати, и к Борису Леонидовичу Пастернаку. Сначала я очень робко к нему прикасалась. И мне казалось, что запомнить его невозможно. Не поправить дня усилиями светилин, не поднять теням крещенских покрывал. На дворе зима, и дым огней бессилен распрямить дома, полегшие в повал. Булки фонарей и пышки крыши черным побилу в снегу косяк особняка. Это барский дом, и я в нем гувернером, я один, я спать услал ученика. Никого не ждут, но наглухо портьеры, тротуар в буграх, крыльцо заметено. Память, не ершись, срастись со мной, уверуй и уверь меня, что мы с тобой одно. Снова ты о ней, но я не тем взволнован, кто открыл ей сроки и навел на след тот удар исток всему. До остального милостью ее теперь мне дела нет. Тротуар в буграх меж снеговых развилен, в мерзшие бутылки голых черных льдин, булки фонарей и на трубе как филен, потонувший в перьях нелюдимый дым. Нарисовалась у вас картинка? Я, когда ее первый раз нарисовал, мне казалось, запомнить это невозможно. И вот так постепенно я как будто становилась им и писала каждую строчку, и пишу всякий раз, когда выступаю, потому что иначе нельзя запомнить это. Это только запечатать в сердце, а потом вспоминать, как это он написал, как это я восхитилась. Иду всегда от простого, от того, что каждый знает. Очень часто начинаю свои поэтические салоны тем пастернаком, которые у каждого в сердце. никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, только белых мокрых хлопьев, быстрый промель к маховой, только крыши снега, кроме крыши снега никого. И опять зачертит иней, и опять завертит мной прошлогодние унынье, и дела зимы иной. И опять кольнет до ныне неотпущенной виной, и окно по крестовине сдавит голод дровяной, но внезапно по портьере пробежит сомненье, дрожь, тишину шагами меря, ты как в будущность войдешь, ты появишься из двери в чем-то белом беспричуд, в чем-то прямо из тех материй, из которых хлопья шьют. в этот момент как будто бы у каждого своя картинка возникает, присвоенный каждым пастернак, но для каждого свой, а он такой разный, в нем бывает столько бури, вот от этой тишины никого не будет в доме, вдруг читаю его грозу, а потом прощалось лето с полустанком, снявши шапку, сто слепящих фотографий, ночью снял на память гром, мокла кисть сирене, в это время он, нарвав охапку молний, с поля ими трафил озарить управский дом, и когда по кромке здания разлилась волна злорадства, и как уголь по рисунку грянул ливень всем плетнем, стал мигать обвал сознания, вот казалось озаряться даже те углы рассудка, где сейчас светло, как днем, и такое бессилие от этой вспышки фотографической, как так можно было уложить стихи в одно, строчки в одно стихотворение, как будто правда фотография момента на память, и вот это и как уголь по рисунку грянул ливень всем плетнем, какое-то чувство сразу этого ливня, другое. Я люблю поэтов серебряного века за то, что они отваживались любить, на это тоже надо отважиться, и что все свои серебряные дребезги любви перевели в стихи для того, чтобы воздух светлел. Я закончу стихотворением Николая Степановича Гумилева. Мы смотрел и ныл о старом, о странном и о безбольном, о вечном слагалось его нытье, звучало мне звоном колокольным, ввергало в истому и забытье. Мы видели горы, лес и море, мы спали в кибитках чужих равнин, порой казалось, идем мы годы, казалось, порой лишь день один. Когда ж мы достигли стены Китая, мой спутник сказал мне теперь прощай, нам разные дороги. Моя святая, твоя святая, а мне, мне сеять мой рис и чай. На белом пригорке, над полем чайном, у пагды ветхой сидел Будда, пред ним я склонился в восторге тайном И было сладко как никогда. Так тихо, так тихо над миром дольним С глазами гадюки он пел и пел О старом, о странном и обезбольном о вечном и воздух вокруг. светлел Пусть и в эти минуты светлеет воздух нашей души ее поэтических высот, чтобы нам хотелось этой чистоты, этого волнения глуби и устремления. Мы же всегда любим смотреть на звезды. Спасибо вам за эту встречу, за это вдохновение. Всегда вам рада. Марина Верналис. Благодарим Марину Шкробову Верналис за прекрасное чтение стихов, за чувство поэзии, за стремление к высоте. Сама Марина говорила, поэзия есть душа, и когда есть потребность в духовном росте, тогда на помощь приходит поэзия. И сегодня мы сами могли в этом убедиться. Хочется поблагодарить Марину за ее способность тонко чувствовать и вдохновенно передавать мысли замечательных поэтов. А вам, дорогие друзья, хочу сказать о том, что в третьем номере журнала «Симбирск» будет опубликована подборка стихов самой Марины Верналис. Читайте журнал «Симбирск», любите поэзию, всего вам самого светлого! «Симбирск» 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 и подборка» на ihu